Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Вы наивный человек. Что вы удивляетесь? Варвары. Если они церковь разрушают, что я могу сказать? Людьми считать нельзя. Это самое высшее проявление действительно варварства. Когда вандалы разрушали Рим, это примерно то же самое, только хуже. Почему? Потому что это происходит в 21 веке. Вы знаете, совсем другое время. Было и муслим, можно сказать, к его чести. Это был совсем другой человек. Он неоднократно говорил, что у него друзья и армяне, и русские, и евреи. То есть это все зависит от, не знаю, от воспитания, наверное. К сожалению, наверное, последние сколько, 30 лет воспитывали население не в том ключе. К сожалению, вот у них эта политика возведена как бы вот в курс, да, такой антиармянская. Ну, люди разные бывают. Одни более образованные, другие менее образованные. Одни как бы идут на поводу этой пропаганды, а там действительно в Азербайджане, я знаю, что вот такая развернутая антиармянская истерия. И вот все, к чему это приводит, страдают, в том числе воюют и с памятниками. Ну, наверное, со временем как бы там все может и нормализоваться, но я не думаю, что в ближайшее время это произойдет. Во всяком случае, ну, должна быть воля государственная, да. Вот если государство примет как бы вот свою политику изменит в отношении Армении, а сейчас в последнее время это наоборот, все больше и больше каких-то амбиций и претензий, в том числе и территориальных. Вот, и потом, ну, вы знаете, тоже зависит от властей и Армении в том числе. Если они позволяют это, ну, значит, надо из них тоже спрашивать. Вот попробуйте там, вот, я не знаю, сожгите американский блок где-то, да, или там вот сожгите Коран, да. Да, вот, какая реакция на это может быть. А если допускают это, если так вот к ним относятся, ну, к чему мы удивляемся? Удивляться нечему. Армянская диаспора ведет борьбу все время против Турции, турецкого влияния. Особенность это просматривается по работе армянской диаспоры по Франции и в Соединенных Штатах Америки, в обыгрыщей группировке по выставлению проблем Турции. Армянская диаспора достаточно активно здесь. Это первый момент. Второе, Турция убеждена, что внешнюю политику Пашиняна формирует не столько сам Ереван, сколько влияние армянской диаспоры. И в этом усматривается, кстати говоря, направление на создание проблем в отношениях с Россией. Они усматривают, хотя армянская диаспора не столь однозначна, но тем не менее, все же Пашиняна последними поездками в Париж и так далее демонстрирует, что он все же во многом действительно присутствует и голосу диаспоры. Турция это видит, и отсюда такая реакция. Что-то делают, какой-то богатворительный, что-то направляют. Они пытаются чужими руками действовать. А надо сами действовать. Раз вы ведете такую крупную игру, надо действовать самостоятельно, более активно. Другой выход был бы, если бы они сделали бы из Армении Капказский Париж, бросили сюда сигнования, что называется, просто оказать помощь. Запад выделяет бешеные деньги на войну на Украине, и тогда несколько миллиардов долларов бросить, так называемую, помощь маршала Армении, и Армения стала бы цветущим садиком. Армянский вопрос стоит не только в Баку. Армянский вопрос существует в отношениях Турции с Западом. Проблема геноцида не снята в широком контексте 15-го года. Да, это целая история, как Армения боролась за признание, оптимировала признание геноцида. По сравнению с этим, так называемая Карабахская проблема, и не армян, а азербайджанское отношение является вторичным. Я как человек, и как человек, имеющий отношение определенное к музыкальной культуре, ну и вообще к культуре, да, я против сноса памятников, если это, ну, даже, наверное, с таковаркой, если это не памятники, поставленные там, да, в рамках культа личности политических деятелей, которые прославились в кавычках репрессиями, уничтожением массовым людей и так далее, и так далее, да. Но памятники героям войны, памятники всемирно известным музыкантам. И главное, что я тут не стал бы делать разницу между памятником Шарля Знавуру и памятником героя Великой Отечественной войны, да. Что значит перебор? Эти люди, как бы, когда мы были единой страной, эти люди делали огромное дело для всех. Шарль Знавур, который многократно приезжал в Советский Союз, и уже, по-моему, после распада Советского Союза и в Армении, и огромный, я, честно говоря, я помню, я его встречал в коридоре фонда культуры, вот после землетрясения в Армении, где он приезжал с помощью, через фонд культуры, через советский тогда еще. В принципе, снос памятников – это вообще дело последнее. Памятники – это история. Историю, как бы, уж точно в области культуры, по-моему, судить нельзя. И вообще вот это вот судить задним числом, тем более, я не знаю официальных мотивов, по которым это было сделано, да, как бы могу догадываться о неофициальных, но в любом случае это, конечно, ну это просто отвратительно, я считаю. До сих пор вот псенофобия, расовая неприязнь, национальная неприязнь вызывает какие-то на подсознательном уровне негативную реакцию, вот просто уже на уровне рефлексов каких-то безусловных. В этом, в любые действия, которые направлены на то, чтобы разобщить и развести в разные стороны людей, которые были, общались, не обращая внимания на то, кто где родился, кто на каком языке говорит, ну это, в общем, в глобальном человеческом масштабе это противоправные действия, я считаю. Но это вообще разрушение никогда не может считаться геройством. Созидание, да. И то, собственно, созидание – это то, ради чего мы все рождаемся на свет, да, чтобы что-то строить, чтобы что-то создавать, но не разрушать. Ну как там, как разрушение может быть геройством? На мой взгляд, это абсурд. Я не думаю, что будет реакция, помимо того, что я привлекаю внимание к этой проблеме, безусловно, правовой проблеме. Другой реакции я не вижу и не ожидаю. Может быть, она будет в правовом плане, чтобы было желательно, но я не юрист, поэтому я, свою часть работы я сделал. Информационно я привлекаю внимание к этой, безусловно, неправовой ситуации. Я написал в этой колонке то, что знал. То, что я считаю, правильно было сделать. Вот, собственно, и все. Ну, потому что я считаю, что с ним поступили несправедливо. А я его знаю еще по работе в России. Ну, не лично, а его работу в России я знаю. А, ко мне тогда относились к ненастям. В каких пабликах? Азербайджанских? А, ну, это известный контингент. Я не обращаю внимания на это. Продолжение следует. Продолжение следует...